Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена конфигурации 1С зубкорп и мы поговорим про изменения лимитов при разъездной и вахтовой работе. Вы видите наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодня встречу буду я, консультант-аналитика 1С Гардышева Галина. И если вы по какой-то причине не смогли досмотреть до конца наш вебинар или время оказалось вам неудобным, то вы можете через некоторое время вернуться на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, соответственно, вы можете посмотреть и этот вебинар и, возможно, вас еще какая-то информация заинтересует. Мы будем вам благодарны. Также еще несколько организационных моментов до начала нашей встречи. Я хочу пригласить вас, так сказать, к взаимному контакту. То есть задавайте свои вопросы, если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу нашего вебинара, либо независимо от темы встречи, то мы будем благодарны, если вы пришлете это любым удобным способом. Если во время вебинара я постараюсь на что успеем ответить, а если это не во время вебинара, то есть по электронным каналам связи, то здесь мы не будем лимитированы по времени и сможем уже более предметно касательно вашей ситуации вам ответить. Так что приглашаем вас к совместному сотрудничеству. Будем рады оказаться вам полезными. Итак, как сегодня будет происходить наша встреча? Мы с вами будем нормативную информацию, какие-то нормативные выдержки и выдержки из нормативных документов смотреть на слайдиках. И для примера будем переключаться вот таким образом. Будем переключаться в демо-базу и уже, так сказать, на местности смотреть, о чем мы с вами поговорили теоретически. Некоторые операции будем производить ручками. Значит, возвращаемся снова к слайдикам. Итак, сегодняшняя встреча у нас с вами проходит вот в такой программе. То есть сначала немножко теории мы с вами. Еще раз акцентируем внимание на то, какие изменения произошли у нас законодательно. Потом поговорим, какие справочники и виды времени нам надо добавить в конфигурацию, чтобы отразить все это своевременно. Ну и, естественно, про административные мероприятия. То есть кроме того, что нам требуется внести изменения в справочники, нам потребуется изменения отразить и в локальных нормативных актах. Ну, поговорим с вами, естественно, про разъездную торговлю и вахтовые надбавки. Собственно, про вахтовые надбавки немножко поподробнее остановимся. Ну и поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. То есть у нас в преддверии, так сказать, того, что грядет квартальная отчетность, мы, в общем-то, вспоминаем, чтобы нам не упустить никаких новшеств. И вот, так сказать, обращаемся к конфигурации ZOOP-Corp. Напомню, что ZOOP-Corp это практически конфигурация, которая входит в такие конфигурации, как ERP, комплексная ERP-UHA практически в полном объеме. Единственное, что немножко урезан функционал, включен 1S ZOOP-Corp. А у нас с вами, мы с вами будем смотреть сегодня CORP, то есть расширенный функционал для работы с обособленными подразделениями и расширенный функционал для работы с госзаказами. Ну, сначала немножко теории. То есть вы знаете, что у нас, во-первых, в 2024 году было достаточно много изменений. И, к сожалению, большая часть из этих изменений касались НДФЛа. И, естественно, самая, наверное, скажем так резонансная новость, это то, что у нас до следующего года полностью налоговая система реформируется и, соответственно, будут не только новые виды налогов, новые механизмы налогообложения, но и, естественно, если мы работаем на каких-то программных продуктах, то потребуется внести изменения и смотреть, чтобы были актуальные релизы. Почему я говорю про релизы? Потому что 1S достаточно оперативно вносит изменения в соответствии с законодательством. Напомню, что в первую очередь все изменения у нас вносятся в программу ZOOP. То есть как раз-таки это то, на что мы с вами сегодня потратим некоторое время. А во-вторых, уже, соответственно, большие конфигурации для работы с холдинговыми структурами, то есть такие, как ERP, у нас идут в второй очереди. Но, естественно, все новые релизы, которые выпускаются в основном, связаны с тем, что изменяется в законодательство. И именно по НДФЛ у нас было максимальное количество изменений. У нас с вами в первом квартале мы вообще регламентированную отчетность выпускали в новых формах. То есть новые бланки были. Ну и все-таки сейчас более предметно поговорим, какие конкретные изменения были в НДФЛ. И хочу показать вам вот такой слайдик. Значит, естественно, у нас изменились, кроме правил работы с НДФЛ, изменились и лимиты компенсационных выплат. То есть вы помните, что у нас в прошлом году был переходный период и применялись ставки 13 и 15 процентов. А на следующий год анонсировано достаточно большое количество изменений. То есть ставки будут от 13 процентов до 22 процентов. Что коснулось конкретно лимитов? То есть, как вы знаете, мы имеем право применять налоговые вычеты. И, соответственно, лимиты установлены для нормирования расходов при командировках, при выплате суточных, при оплате за разъездной характер торговли и за вахтовый метод начисления, извините, оговорилось. Значит, у нас с вами действует на данный момент с 2024 года для суточных и командировочных применяется выплата 700 рублей в день при командировках на территории Российской Федерации и на территории зарубежных стран. Это у нас 2500 рублей в день. То есть, что это значит? Это значит, что данная сумма не облагается НДХЛ и взносами. То есть, естественно, предприятие может установить и большую сумму, прописать это в локальных своих нормативных актах. Ну, например, положение по плате труда, положение опримирования и так далее. Но в этом случае придется делать два вида начисления. То есть, первый в пределах необлагаемых лимитов и сверхлимитные выплаты. Ну, если у нас предусмотрено больше лимита выплаты, то, соответственно, начисление мы настраиваем. Вы видите на экране, какие настройки требуются сделать. И, собственно говоря, при настройке, при настройках лимитов дальше уже практически все в автоматическом режиме происходит. То есть, мы создаем два начисления – облагаемое и необлагаемое. И применяем его, естественно, на основании табели учета рабочего времени к тем сотрудникам, которые у нас попадают под действием этих начислений. Собственно говоря, это у нас ликвидировали, скажем так, достаточно большую лазейку, которая позволяла за счет суточных достаточно большие суммы выводить из-под налогообложения. Ну, вот в арбитражной практике, которая связана с такими ситуациями за последние годы, у нас 46% было связано именно с тем, что оспаивались начисленные суммы суточных и компенсационных выплат. То есть, достаточно большой объем выпадал из-под налогообложения. Сейчас эту лазейку компенсировали, так сказать, ликвидировали. И в этом случае у нас уже либо мы соблюдаем те лимиты, которые предусмотрены, и, соответственно, не облагаем подоходным налогом и взносами, либо используем сверхнормативные начисления. И в этом случае они у нас попадают полностью под налогообложение. И уже мы исходим из того, что для работодателя командировка будет обходиться достаточно, существенно подорожает, скажем так. Еще один слайдик, немножко тоже нормативной информации. То есть, кроме разъездного характера работы, у нас с выплатой суточных связан вахтовый метод. Регулируется вахтовый метод работы у нас трудовым кодексом. Целая глава посвящена, 47-я, и основными положениями о вахтовом методе организации работы. Напомню немножко теории, что вахтовый метод – это, собственно, особая форма организационного процесса, когда у нас сотрудники производят какую-то работу, какие-то выполняют действия вне зоны проживания, вне зоны нахождения. И, собственно, это вне зоны проживания начинает работать в том случае, когда у нас дорога до места работы и обратно занимает свыше трех часов в день. В этом случае это уже считается именно как фактовый метод, и мы должны использовать все особенности при начислении, которые касаются именно такого метода. Напомню, что мы не можем привлекать к вахтовому методу работников, не достигших 18 лет, женщин в положении, женщин, имеющим детей в возрасте до трех лет, и, естественно, работников, которые имеют противопоказания к данной конкретной работе. И, естественно, эти противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением или справкой, то есть каким-то документом, который выдан медицинской организации. Здесь нужно сделать небольшое отступление, что вахтовый метод – это, собственно, метод, который не оговаривается, что будет применяться, не оговаривается отдельно в положении, например, в составе положения, запуталась в трех словах, положение об оплате и о примировании. Но обычно работодатели, если предполагается выполнение обязательств, трудовых обязательств на вахте, должны указать это не в положении об оплате труда, а в конкретном договоре, который заключается с человеком, о том, что возможно применение вахтового метода и в каких-то конкретных случаях. Напомню, что у нас вахтовый метод состоит из самой вахты, то есть рабочего времени, и межвахтового отдыха, то есть когда человек отдыхает после выполнения каких-то рабочих обязанностей. При этом у нас смена, то есть вахта, не может быть больше 12 часов. Ну и, собственно говоря, продолжительность вахты не может быть дольше одного месяца. В исключительных случаях, когда, например, случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства, природные катаклизмы, может быть увеличена продолжительность вахты до трех месяцев, но в обязательном порядке это должно быть оформлено административными документами и, естественно, под роспись сообщено сотрудникам. Ну, чаще всего вахтовый метод, естественно, используют нефтяники, геологи, строители, если это какой-то отдаленный строительный объект. Как я уже говорила, если до работы и обратно требуется время больше трех часов, то это уже считается вахтовым методом, и это у нас регулируется достаточно древним приказом, приказ Минстроя от 15 июня 2020 года, но, тем не менее, этот приказ, этот документ не отменен, и до сих пор продолжает действовать. А в госучреждениях для госструктур у нас действует постановление правительства номер 51, еще более, скажем так, древнее, и согласно этому постановлению у нас надбавка за вахтовый метод. Предполагается, что 75% тарифной ставки, если это в районах Крайнего Севера. Если это районы Сибири и Дальнего Востока, то 50% тарифной ставки. Если это обычные районы, без территориальных особенностей, то 30% тарифной ставки. Но это, повторяюсь, для госучреждений, то есть госмуниципальных и так далее. Коммерция может устанавливать свои размеры надбавок и в этом случае уже не ориентироваться на данное постановление. Сейчас мы с вами еще посмотрим вот такой слайдик. Так, это мы только что смотрели. Вот. То есть у нас, соответственно, если человек работает с разъездным характером, путь с разъездным характером, то это чаще всего какие-то, например, транспортные работники, водители, водители-экспедиторы. И, соответственно, у них предусматривается надбавка за разъездной характер работы. Или выплата суточных. Но поскольку суточные сейчас у нас лимитируются, то есть, как мы уже поговорили, не более 700 рублей в день, если это территория Российской Федерации, не более 2500, если это территория иностранных государств. Хотя сейчас у нас в связи с санкциями как бы работа с зарубежными партнерами очень сильно свернута, так сказать. А то для вахтовиков у нас действует не суточная, а специальная надбавка за вахтовый метод. Считается она из расчета за каждый календарный день. То есть, обратите внимание, я рабочий, а календарный. На период, когда выполняется работа и период, когда сотрудники, находится в пути от работодателя до места работы. Соответственно, поскольку надбавка у нас предусматривается за каждый календарный день, рассчитывается она за все дни нахождения работника на вахте. То есть, независимо от графика его работы, включаются все календарные дни, которые он провел на вахтовой службе. Ну, схематично вы видите на экране картинку схема вахтового цикла. То есть, у нас общее время вахты. И оно у нас разделяется конкретно на саму вахту, внутри сменный отдых и дни еженедельного отдыха. А уже между вахтовый перерыв у нас состоит из времени, которое в пути человек находится, дни между вахтового отдыха, ну и, соответственно, просто выходные дни. То есть, между вахтовый перерыв у нас, скажем так, регулируется графиком работы, то есть, соответственно, выходные дни и между вахтовый отдых. А время пути имеет свои особенности. То есть, при оплате времени в пути мы с вами еще поговорим немножко поподробнее, какие настройки нам необходимы для того, чтобы отразить его в начислениях. Как мы говорили, сейчас вот такой слайдик с вами посмотрим. То есть, нам необходимо сделать некоторые настройки. Мы не будем очень уж подробно останавливаться на технической стороне, то есть, так сказать, на расчете разных видов начисления, удержания. Просто напомним, что ZOOP, это также, как другие конфигурации, у нас настраиваемая конфигурация. И, соответственно, для того, чтобы применить функциональные опции, которые связаны с разъездным характером работы и с вахтовым методом, нам надо выполнить определенные шаги. То есть, нас интересует меню настройка. Вот видите, у меня выделен этот пункт красным. И в настройки мы должны зайти в меню расчет заработной платы и здесь проставить несколько чекбоксов. Сейчас мы с вами переключимся на нашу демо-базу. Вот она у нас демо-база. И, соответственно, настройки. Так, это у меня уже следующая настройка включена. Так. И, соответственно, в меню настройки мы проставляем чекбоксы, которые нужны для работы. При всех настройках необходимо самое основное – это внимательно читать вот такие пояснения, то есть тематическая справка, которая у нас задана каждому полю, где требуется ввести чекбокс. То есть какие-то сведения, активировать какие-то опции. Значит, соответственно, если мы с вами говорим про настройки и про расчет заработной платы, то в нашем случае это будет выглядеть вот таким образом. Настройка и расчет заработной платы. Как вы видите, здесь у нас меню, которое содержит общие настройки и начисления. Поскольку нас сейчас интересует только расчет заработной платы, то мы идем вот в это меню по ссылочке и проставляем нужные чекбоксы. Как я уже говорила, основное – это внимательно прочитать подсказку и проставить или нет флажок, потому что некоторые национальные опции до активации не отражаются в подразделах, и мы их не увидим, пока не поставим сюда галочку. Это касается, в частности, воинского учета и, соответственно, состава начисления и удержания. То есть мы с вами должны проставить первое – это, естественно, использовать программу для начисления заработной платы и потом вернуться немножечко пониже. И вот здесь вот мы должны проставить отметочку «Использовать несколько видов времени в графике работы». Как вы видите, здесь идет подсказочка, что это применяется для вахты явки в пути, использования почасовой оплаты, ну и так далее. То есть после того, как мы проставим вот этот флажок, у нас появляется возможность отражать именно вахтовый метод и комфортно с ним работать. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. Значит, после того, как мы проставили вот этот флажок, мы с вами идем немножко дальше в настройки и смотрим настройки начислений и удержаний. То есть для того, чтобы нам отражать вахтовый метод в графике, нам надо отметить, что мы используем почасовую оплату. Значит, возвращаемся к нашим слайдам. И вот так красиво промахнулось. Значит, настройка, расчет заработной платы, настройка состава начислений и удержаний. Мы по этой ссылочке переходим с вами. И вот он наш интерфейс, который я вам показывала на слайдике. Это почасовая оплата. То есть, естественно, мы ставим здесь флажок на применение почасовой оплаты. Ну, вот эти флажки мы уже ставим в том случае, если у нас будет применяться переработка, то есть сверхурочные часы. Если мы планируем людям платить за ночные и вечерние часы, то, соответственно, здесь мы поставим галочки. Но мы сегодня не об этом говорим, поэтому нас интересует только применение почасовой оплаты. После того, как мы здесь проставили отметочки, мы можем продвигаться дальше. То есть, вот так. Кроме того, что мы задали начисление, задали активацию функциональных опций через расчет заработной платы, мы с вами должны сделать еще несколько шагов. Это, значит, вот таким образом. Немножко, так сказать, нормативных требований, то есть настроить уже конкретно работу с фахтовым методом, мы можем двумя способами. Первый способ это начисление надбавки. То есть мы можем эту надбавку использовать как плановое начисление и назначать его, соответственно, принимаемым сотрудникам документами изменения оплаты. Ну и дополнять, сюда же включать время нахождения в пути также через это начисление. Для этого нам потребуется ежемесячно отражать, какое количество дней было затрачено на вахтовую работу и, соответственно, рассчитывать, сколько у нас получилось начисления. Но вот именно этим методом мы можем контролировать конкретно, кому положена вахтовая надбавка и за какие конкретные дни. И второй вариант, который может быть применен, это мы используем пользовательский показатель. В этом случае у нас идет меню настройка и показатели расчета заработной платы. Значит, мы с вами сейчас переключаемся. Меню настройка и показатели расчета заработной платы. Так, сейчас перейдем с вами таким образом. Обратите внимание, кроме того, что мы с вами задаем начисления, мы с вами задаем и дополнительно другие виды. То есть мы создаем виды начисления. И здесь у нас уже предопределенные настройки есть. Например, вот мы сейчас с вами найдем доплата, компенсационные выплаты, например, при командировках. То есть это у нас дополнительные надбавки, которые компенсационные присутствуют. И, допустим, мы можем создать, кроме предопределенных, мы можем создать свой вид начисления. То есть если мы действуем по методу, что у нас есть, например, сверхнормативные выплаты, ну, например, мы платим за командировочные, суточные при командировках, платим 1000 рублей. То есть 700 рублей у нас получается необлагаемые, и 300 тысяч – это у нас начисления, облагаемые и по доходным налогам, и страховыми взносами. То есть, соответственно, при задании начисления мы пишем, допустим, компенсационные выплаты, сверхнормативные, и, соответственно, задаем здесь показатели, которые требуются для создания этого вида. То есть выбираем повременная оплата труда или, в нашем случае, компенсационные выплаты будут ежемесячно, например, или по отдельному документу. Ну, собственно говоря, просматриваем все чекбоксы, которые необходимо проставить. Напомню, что у нас по ныне действующему законодательству мы обязаны два раза в месяц выплачивать за работную плату, то есть за первую половину месяца и за вторую. То есть, естественно, мы должны проставить в холожок начисляется при расчете первой половины месяца. То есть в этом случае, как вы видите, согласно подсказке, у нас это начисление будет выполняться и при окончательном расчете, и при выплате за первую половину месяца. Ну и, соответственно, переходим к заданию показателей. То есть результат рассчитывается, например. И в этом случае мы записываем формулу, по которой происходит расчет. И не забываем про то, что у нас есть еще закладочки «Учет рабочего времени». Например, можем вот так сделать. То есть там, где у нас составлена вот такая пиктограммка, то есть тире с точкой, это значит, созданы они через конфигуратор, но мы можем и дополнительно создать какие-то свои начисления, свои виды использования рабочего времени. Тогда у нас не будет вот этой точки. То есть будет только тире. Ну и, как вы видите, здесь у нас уже предопределенный вид использования рабочего времени конкретно не в пути вахта. Ну и остальные закладки мы просматриваем и в случае необходимости корректируем или, наоборот, исключаем из расчета. Нет, не будем мы создавать дополнительно. Это просто у нас была возможность сюда зайти и посмотреть, как у нас происходит создание начисления. Так, значит, в этом случае мы уходим отсюда и снова вернемся к теоретической части. Значит, теоретическая часть это у нас именно создание дополнительных начислений, как мы уже говорили с вами. И вот сюда сейчас с вами промахнулось. Ну и, соответственно, если мы с вами говорим сейчас про вахтовиков, то в этом случае у нас используется надбавка, несуточная надбавка за работу вахтовым методом. И, собственно говоря, в этом случае мы устанавливаем минимальные ставки. Это у нас 30% тарифной ставки. Ну и, если это максимальное, то оплачиваемые и не правильно сказала, то на самом деле это у нас будет сверхнормативные или в пределах норматива. У нас произошли достаточно серьезные изменения. Изменения коснулись компенсационных выплат. И, соответственно, в этом случае вы должны проверить, соответствуют ли нынешние законодательные нормы вашим локальным нормативным актам. То есть, если изменились у нас суточные, если изменились вахтовые надбавки, то мы должны проверить положение об оплате труда и, соответственно, правила внутреннего трудового распорядка. В этом случае нужно помнить, что они вводятся в действие, так же, как и учетная политика, приказом руководителя. И, соответственно, этот приказ должен быть оформлен, заверен печатью и подписью руководителя. И, соответственно, работники должны быть ознакомлены с этим приказом, с этим положением. лимиты на компенсационные выплаты у нас изменились не только в отношении суточных и командировочных. Сейчас мы с вами вот такой слайдик посмотрим. Вот. Это как раз-таки то, что у нас регулирует 217-я статья налогового кодекса. Это то, что регулирует именно размеры. То есть 700 рублей и 2500. И здесь нужно немножко сказать о том, что у нас на самом деле командировочные и суточные это не одно и то же. То есть командировочные это деньги, которые выплачиваются сотруднику для того, чтобы он мог осуществлять свою рабочую деятельность. То есть он должен за них отчитаться по возвращению с командировки. И отчитаться должен конкретно, как вы знаете, в течение трех дней составить авансовый отчет и так далее. То есть на командировочные у него должны быть подтверждающие документы. А вот суточные и не требуется подтвердать ему, не требуется никаких дополнительных чеков или документов. Суточные это прямой расчет, который зависит только от количества дней нахождения в командировке. И в этом случае количество дней в командировке он может подтвердить во-первых наличием проездных документов, то есть билетов. И если, например, ну если он в командировку уезжал на свое, на своей машине, на своем автотранспорте, то в этом случае подтвердить нахождение в командировке он может путем предоставления, например, паспорта. И если это зарубежная командировка, то должны быть в паспорте отметки о пересечении границы, то есть дата въезда, дата выезд отражаются отметками таможни. еще одна тонкость, которая у нас возникла в феврале месяце, это приказ налоговой службы, который утвердил новый код НДФЛ, то есть новый код дохода 2017, и этот код у нас с вами будет фигурировать и в расчете 6 НДФЛ, и в справке о доходах физического лица, то есть 2 НДФЛ, и этот код у нас был проставлен, был введен в справочники при установке очередного релиза. Собственно говоря, этот релиз был установлен поскольку у нас эта поправка действует с 20 февраля, это было уже установлен достаточно давно, и у нас на данный момент он просто проверить на вашем релизе, то есть есть он у вас в справочнике или нет, можно достаточно просто, то есть сейчас мы перейдем с вами вот к такому слайдику, то есть в разделе налоги и взносы у нас с вами есть виды доходов НДФЛ, то есть это классификатор, смотрим, налоги и взносы и виды доходов по НДФЛ, то есть видите, как у нас есть коды наименования и вот я сейчас введу 2017 и вот он наш код, который предполагает суточное или полевое довольствие работникам, превышающие 700 рублей за каждый день по территории Российской Федерации или превышающие 2500 рублей за каждый день за пределами Российской Федерации. Здесь, значит, как мы с вами видим, отнесена к группе налоговложения, ну и, соответственно, при начислении, при данном виде начисления это будет отражаться, как я уже сказала, в документах. Теперь есть еще один момент, который нам надо обязательно учитывать, это, как я уже говорила, релиз, какой релиз конфигурации. Вот по этой пиктограммке мы переходим в сервис и настройки, и информация о программе смотрим, соответственно, здесь мы видим релиз платформы, и здесь мы увидим с вами сведения о конфигурации, то есть конкретно у нас редакция 3.1.31 это одна из самых последних версий, и, соответственно, она уже содержит и все необходимые коды, которые присутствуют, которые на данный момент времени уже используются, и все необходимые формы отчетности, ну, то есть это как раз таки уже новый релиз, при котором я могу не бояться, что я использую какую-то старую форму. так, значит, теперь еще немножко информации, которая касается наших отчетных форм, то есть еще раз вернемся налоги и взносы, виды доходов и виды вычетов по НДФЛ, виды доходов мы посмотрели 2017, а теперь посмотрим виды вычетов. Значит, налоги и взносы, виды вычетов, то есть здесь тоже также применяются коды, которые нам уже в принципе достаточно давно знакомы, и здесь в кодах вычетов присутствуют измененные вычеты и на на ребенка, то есть вычеты на стационарные налоговые вычеты на детей, на учащихся, собственно говоря, и все вычеты, которые используются. Хочу напомнить, что у нас есть стандартные налоговые вычеты и социальные налоговые вычеты. То есть социальные налоговые вычеты тоже были изменены в сторону увеличения, то есть у нас в прошлых периодах был лимит 120 тысяч в год, сейчас 150 тысяч в год, и изменились достаточно серьезно вычеты на обучение детей, соответственно детей, учит на обучение детей теперь 150 тысяч, и соответственно добавились новые виды вычетов, то есть на физкультурно-оздоровительное лечение и на санаторное лечение, то есть санаторное лечение у нас доступно один раз в год, 50 тысяч на человека, и можем воспользоваться вычетом на самого сотрудника и на членов семьи, то есть сюда входят супруги, родители, дети, в случае если они до 18 лет или до 24 лет учащиеся очной формы обучения, чтобы подтвердить можно справкой. А вот еще в отношении регламентированной отчетности мне хотелось вот такой момент вам показать. Ну раздел налоги и взнос, соответственно у нас есть отчет по налогам и взносам и как видите здесь достаточно большой скажем так ассортимент управленческих отчетов, которые мы можем вывести для себя по конкретным допустим вот по НДФЛ по разъездным характерам работы. И собственно говоря, здесь вот у нас с вами по страховым выносам мы можем видеть отчеты и есть вот такая ссылочка все отчеты. То есть эти самые отчеты, которые мы здесь видим представлены немножко в другой компоновке и мы с вами видим какие отчеты касаются налогов, какие допустим мотивации и так далее. Если я перехожу в этом режиме в какой-то конкретный отчет, то в этом случае если я вот буду нажму два раза, то попаду в справку 2 НДФЛ, а если я использую клавишу изменить, то я изменяю список сотрудников, которым доступен будет этот отчет. Ну вот вы видите у меня есть возможность выбрать какого-то конкретного сотрудника или открыть для всех сотрудников эти отчеты или для конкретных остальные эти отчеты видеть не будут. И на закладочке разделы у нас с вами видно где в каком разделе у нас находятся отчеты которые мы кому-то например запретили. То есть мы запретили налоги и доносы отчеты по НДФЛ но я не буду сохранять эти изменения потому что здесь нам важно было только посмотреть каким образом мы можем изменить видимость отчетов. Нет не будем. мотивация персонала так и собственно говоря и в разделе кадры нет это и в разделе кадры у нас с вами есть отчет есть отчеты работа с кадрами кадровые отчеты и соответственно в разделе заработная плата есть отчеты по заработной плате но мне хочется остановиться на остановиться на другом то есть например отчеты и справки раздел отчеты и справки у нас с вами есть 1С отчетность то есть этот блок присутствует очень во многих конфигурациях и в бухгалтерии и в зарплате и ERP то есть блок 1С отчетность это блок который включает в себя во-первых общий журнал отчетности который мы с вами создаем а во-вторых как только я запускаю такой блок у меня появляется рекламный баннер который мы с вами сейчас видим и этот рекламный баннер рекламирует сервис 1С отчетность значит по этому сервису у нас доступно кроме того что вот здесь расписано как это хорошо и замечательно этот сервис на самом деле позволяет напрямую обмениваться информацией с фискальными органами которые здесь перечислены то есть как вы видите налоговые службы социальный фонд России ну собственно вот с этими фискальными органами позволяет обмениваться информацией переписку вести и так далее казалось бы все очень красиво и вкусно поподробнее можно почитать вот по гиперссылке подключиться вообще не составляет труда то есть не требуется работа айти специалистов но как всегда у нас в таких случаях есть немножко увеличены немножко дегтя то есть данный сервис у нас доступен для организации если у вас ИТС подписка проф то для одной организации одного юрлица будет бесплатный доступ а для других за денежки если у вас подписка ИТС техно то в этом случае бесплатного подключения у вас не будет а будет только за денежку но единственное что здесь в общем-то достаточно дружественные цифры то есть например подписка на год стоит 3600 рублей то есть если мы делим это на помесячно в течение года то получается достаточно дружественная цифра но с другой стороны если мы исходим из того что ЗУК Корп это предприятие это программа для крупных предприятий которые имеют обособленные подразделения то соответственно здесь уже стоит задуматься финансово обоснованно или нет применения такого сервиса напомню это сервис 1С отчетность но этот сервис позволяет работать с другим сервисом который вот как раз таки и вызывает на отделении если можно так сказать то есть у нас есть сервис для работы с личными кабинетами и есть в этом случае личные кабинеты для работы с единым налоговым счетом то есть именно личный кабинет который позволяет отслеживать именно движение по единому налоговому счету и уведомление подачу уведомлений как вы помните по НДСЛ мы подаем уведомления два раза в месяц и собственно говоря если мы говорим о том что мы подключаем этот личный кабинет то в этом случае мы должны подключить и сервис по работе с 1С отчетностью соответственно должны будем заполнить заявление и указать какие мы хотим юридические лица подключить для подключить для собственно уведомления так еще то что нам здесь может быть интересно это возможность работать с личным кабинетом сотрудника то есть личный кабинет сотрудника это в принципе достаточно уже давно действующий сервис и в этом случае у нас есть возможность например вот зарплата и кадры сервис 1С кабинет сотрудника такой же ссылка на этот же сервис у нас есть меню кадры тоже видите 1С кабинет сотрудника и соответственно для работы с этим сервисом нам необходимо ну можно более подробно почитать что это такое то есть нам необходимо заполнить нужные поля и нажать кнопочку подключить сервис в этом случае сотрудники смогут получать справки не отвлекая от работы бухгалтера то есть расчетные листки справки 2 НДФЛ возможно другие справки и как вы видите если у меня меню главное я открываю то здесь у меня к сожалению у меня плохо срабатывает то я могу и работать с личным кабинетом сотрудников и работать с личными кабинетами которые располагаются в разделе отчетность здесь у нас личные кабинеты достаточно давно уже используемые и знакомые хочется здесь обратить ваше внимание вот на что то есть у нас личные кабинеты ФСС СФР бывший ФСС и бывший пенсионный фонд соответственно личные кабинеты по работе с электронными листками нетрудоспособности как вы знаете у нас сейчас все прямые выплаты и соответственно при работе с личными листками нетрудоспособности особенно если например листок нетрудоспособности выписан сотруднику который Если у вас с вахтовым методом работы сталкивается, то в этом случае вам придет, скорее всего, придет вперед уведомление о том, что выписан листок недрутоспособности через этот сервис. И, соответственно, вам нужно соблюсти сроки реагирования и направить в СФР сведения, которые необходимы для расчета больничных листков. Если у вас при этом столкнулись с тем, что СФР запросил какие-то дополнительные сведения, то у вас тоже есть конкретный срок, в который вы обязаны ответить на запрос СФР. То есть именно работа с личными кабинетами требует соблюдения сроков и оперативных действий. То есть здесь, если вы нарушите 10-дневный срок, то у вас могут возникнуть штрафные санкции. И, соответственно, если вам потребовалась какая-то информация от СФР, то вот здесь, скажем так, равенства нет. То есть если вы должны ответить на запрос СФР в течение 10 дней, то они должны дать ответ на ваш запрос, например, какой-то, в течение 30 дней. И хочу на статистику обратить внимание, потому что личный кабинет статистики необходимо, ну, как минимум перед составлением отчетности у нас невозможно открыть, потому что демо-база – это база, в которой использованы виртуальные, скажем так, номера и коды. И поэтому переключиться на сайт статистики вы можете только со своих рабочих мест. А статистика почему важна? Потому что и в начале года, и вот в прошлый отчетный период было достаточно много отчетов, которые прислала статистика, и которые необходимо было заполнять. То есть вам необходимо зайти на статистику, на сайт статистики по своему ИНН, посмотреть, под какие выборки вы попали. Потому что достаточно много отчетов было связано с сотрудниками, с начислениями, с количеством работников. Ну, то есть то, что касалось именно начисления заработной платы и учета кадров, потому что были достаточно серьезные обновления, которые касались именно воинского учета, начисления по группам сотрудников. Ну, то есть те отчеты, которые раньше не обязательно было сдавать, вы могли попасть в выбор, по которому эти отчеты вам уже придется сдавать. И здесь, к сожалению, статистика начала применять уже достаточно давно, порядка двух лет, штрафные санкции. Штрафные санкции тоже достаточно серьезные, до 70 тысяч, если вы нарушаете срок сдачи отчетности, или не сдали вообще отчетность вовремя. И до 150 тысяч, если это у вас повторный случай. То есть, согласитесь, проще зайти, посмотреть по ИНН, под какие виды отчетов вы попали, под какие выборки, чем, в общем-то, потом разбираться со штрафными санкциями и платить такие суммы. К сожалению, у нас уже время с вами подошло к концу. Я хочу вернуться к нашему титулному листу. Галина, извините, тут вопросик есть в чате. Ага, вот вижу. Давайте. А как настроить так, чтобы работники могли писать заявление и ознакомливаться с приказами? То есть, какие заявления конкретно, что вы имеете в виду? Заявление на отпуск или заявление на какое-то отсутствие? На самом деле, при работе с любой конфигурацией, что зарплата, что ERP, например, что УПП возьмем, есть вот такая функция. Сейчас мы переключимся. Ну, допустим, вот конкретно в ЗУПе есть меню кадры. Сейчас. Ну и, например, какой-нибудь возьмем. Ну, вот отсутствие, допустим. Вот так. То есть, у нас у большинства документов есть статус. То есть, этот статус позволяет видеть ознакомленными с документом. То есть, он утвержден, он не утвержден и так далее. Для того, чтобы могли писать заявления сотрудники, вы должны, смотря какие заявления, то есть, если, например, вы используете систему 1С документа оборот, в этом случае некоторые документы могут создавать сами сотрудники. Если вы не используете документы оборот, то вот в разделе сотрудники, 1С сервис сотрудников, вы... Сейчас мы вот так сделаем. Более подробно о сервисе. Мне, к сожалению, не получается сразу... Значит, в 1С кабинет сотрудника вы можете получать справки и какие-то конкретные документы. Но, если вам требуется необходимо, например, заявление об отпуске, об отсутствии, что, например, за свой счет вы просите отпуск, то в этом случае нужно делать дополнительные настройки. Потому что штатно такое не предусмотрено. Штатно, если только есть возможность через статус создать утвержден документ, не утвержден документ, если вы как пользователь можете войти и посмотреть, например, что ваш отпуск, заявление на отпуск согласован. То есть, в этом случае мы идем в раздел кадры. Например, выбираем отпуск либо командировки. Вот в данном случае это для нас более такая тема. И, собственно говоря, создать командировки, посмотреть печатную форму документа, приказ о направлении, но создать этот приказ самостоятельно работник не сможет. Он сможет только посмотреть, если у него достаточно прав. Все остальное требует дополнительных настройок. И да, можно такую вещь сделать. Да, многие организации, например, применяют. Но это должна быть продуманная система доступа к тому, что может смотреть. И, соответственно... Ну, скажем так, вот в штатном формате без дополнительных настроек это не используется. Нужно либо дополнительно использовать 1С документа оборот, либо настраивать конкретно, какие документы, какие заявления вы хотите, чтобы были доступны для такой функции. У нас есть еще вот такая возможность. Вот. То есть мы можем через меню самообслуживания использовать вот возможность обмена такими информациями. То есть создать, например, документ об отсутствии. То есть если вы заболели, не можете дать знать по телефону или еще каким-то образом, только компьютерами имеете доступ, то можно создать вот такой документ и самостоятельно отправить его руководителю, например, вашему. То есть блок самообслуживания позволяет некоторые виды документов делать самостоятельно. Самостоятельно, допустим, подавать какие-то заявки. В этом случае у нас, ну, к сожалению, я не слышала, что был самостоятельно заявки. Подавали, например, на командировку. Но, тем не менее, возможность такая есть. Это вот блок самообслуживания. К сожалению, мы уже с вами перебрали время немножко. И я хочу все-таки вернуться к нашему титульному листу и напомнить вам наши контактные данные. То есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. И, в общем-то, хотелось пригласить вас к взаимовыгодному сотрудничеству и к обратной связи. То есть, если какие-то вопросы, повторюсь, мы будем очень рады оказаться вам полезными. На этом, к сожалению, мы должны уже попрощаться. Благодарю вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. Всего доброго, хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...